приветствую всех на канале водка вот с вами я юбак игорь моя любимая жена машенька машенька привет привет так друзья воскресенье 10 марта мы пришли доделывать домик зачищать донья и но смотреть ревизию ставить кормушечки кстати я забыл сказать что кормушечка приобретел приобретены у торговой марки даны нам эту интернет-магазине так что если кого-то интересует заказывать доделали мы все воспитательные сейчас дошли до до стартеров показывать воспитательности я уже решил их не показывать так как я вам вчера их показал все до вполне так же само есть одна слабенькая семейка но она шла зимовать слабенькой и есть одна семейка где пришлось забрать две рамочки там было 9 пришлось и скорпеть на 9 на 7 в общем все нормально сегодня на день довольно такой неплохой но дует ветер чего-то летают понемногу работают решил же посмотреть вместе с вами стартера так как ну рассказываю предысторию стартера начинающие с 2018 года но они каждый год так работает наберем год назад с 4 апреля участвовали по 10 августа воспитание приеме личинок в этот период тут не было маток после 10 августа подложилась сюда маточка после чего ее приняли и они пошли зимовать эти эти стартера подселивались периодически каждый четвертый когда раз в восемь дней расплодов и вот так был обмен что сейчас посмотрим вместе с вами что-то как они призывали еще не откроем мы только почистили доли сейчас вместе с вами откроем и посмотрим они будут более слабее за за сами семьи так как матка особо не успела тут насеять насеять эти семьи я подселял брал любой печатный открытый разбор который мне не нравился он все семьях такие рамочки на выбора ковку по большому счету брались так что тут не потерялась чем-то очень хорошим но соответственно но вижу перезимовали они перезимовали у нас и не было чтобы они конечно не призем можешь всегда приземует эта рамка полностью с кормом тут не грамма не сильно этой рамки вторая рамка но тут уже сидел клуб тут все съедено какое-то количество кормов в этих местах прополисует сразу же беру в руки и отламывая смотрим дальше темно друзья но тут нет да тут пятачок печатного расплода укусила да есть печатный расплод есть есть и яйца вполне себе нормально перезимовали и начинают работать тут тоже тут открытый расплод немного печатного начали работать недавно наверно носят пыльцу понемногу работают крайняя рамка тоже медовая немного были ли но тем не менее вот машенька покажи такое количество крошки немного еще есть подмора не дочистили и немного конечно в этом углу чуть-чуть видим заплесни но это ерунда перезимовали как на мой взгляд тоже хорошо так как видим не надо не скорачивать ничего такого тут не происходит смотрите вчера когда показывал я показал чтобы ставлю во все семьи по полосочки и в три семьи я поставил контроль ну по моему белую белый лист бумаги смазанный подсолнечным маслом это в первую вторую третью семью сегодня утром я достал ни одного ключа не нашел но все равно все таки решил поставить во все воспитательницы и стартера по одной полоске а пускай уже будут так я буду чистить но и посмотрим следующую вместе с вами итак друзья почистили ну когда чистим пользуемся таким стареньким пылесосом для того чтобы углы по пылесосе так что может кому будет идея интересно может кто-то пользуется тоже пылесосами пишите в комментариях пользуетесь ли вы в пчеловодстве пылесосами но пылесосами конечно воздуходувками больше пользуются но тем не менее в углах неудобно доставать проще пылесосом так ставлю сюда тоже полосочку и идем в следующую семью там задавали вопрос по поводу того почему я все-таки раздетая работаю но без маски что у меня пчелы не кусают или они пухну но друзья я когда есть необходимость одеваться конечно одеваюсь и рекомендую всем одеваться нежелательно есть пчелам без обмундирования но когда погода позволяет тогда и я себе позволяю конечно пользоваться без маски так как тут и так плохо видно тут темно а еще сейчас если маски не буду видеть никак чистить ничего и позволяю себе лезть так но никому этого как бы не рекомендую так как лучше все таки пользоваться пользоваться масками так положил одел стакан открыл крышку так и все закрываем тут кормушку это земелька призема отлично смотрим дальше это наверно будет послабше семейка это будет послабше по поводу агрессивности пчел когда пчелы есть определенный момент времени когда они позволяют собой работать а иногда они собой не позволяют нету таких пород пчел что прям всегда потому что как ну например хвалят бакфас да например что он миролюбивый ну и это правда и это правда но все равно есть определенные промежутки времени когда когда они ну он тоже проявляет небольшую агрессию это как там весной например это также и в дождь это я говорю с людьми когда общаюсь и это не я придумал это мне тут есть расплод на той был открытый расплод да тут печаточка тоже вполне себе хорошо так что это не я себе придумал это люди говорят те которые держат эти породы в чем также точно и карпатка да тут тоже будут совсем немного расплодов корма тоже очень много еще поставалась тоже полностью кормовая на данном этапе я матку не ищу в гнезде так как нет в этом необходимости ну тоже призывали нормально это шли небольшие семейки хорошенько призывали скорачивать как на мой взгляд не надо все чищу и будет дальше смотреть итак друзья подошли бы мы потихоньку в двум следующим стартерам эти стартера не работали до 10 августа они расформировали чуть чуть были раньше тут ну матку как бы мы подложили у него была возможность тут немного посеять и посмотрим эти семьи на первый взгляд все хорошо мы будем смотреть да это полностью кормовая рамочка сколько прополиса да пчела тут хорошо сидеть я бы сказал тут есть уже расплод на этой рамке очень прополис это есть расплод да тут есть печатный это есть расплод эти семьи точно так же будут расформироваться как и в прошлом году а они ну расформируются в каком плане расформироваться заберется от них матка сперед прививкой и немного пчелы заселиться ими нуклеус и будут сидеть там так как ну куда-нибудь матку деть это надо и чтобы ее не выбрасывать положится в нуклеус а сюда же еще подселиться расплодом из каких-нибудь семей таких например как поздние отводки если они что-то все таки будут хандрить или проблемные какие есть семи и чтобы дальше не тянуть за уши их лучше расформировать вот на такие нужды положить их стартера чтобы чтобы наполнить более старт вот такая их дальше судьба эта семья тоже хорошо перезимовала я доволен этой семьей все буду чистить итак друзья дошли мы до последнего улей ну и смотрим последний будем уже заканчивать наша принцесска встала быстренько смотрим быстренько чистим и быстренько идем отдыхать воскресенье хотя отдыхать сегодня тоже не получится сегодня придет ко мне электрик мой друг электрик который помогает мне с установкой автоматики на инкубатор все еще сейчас придется устанавливать автоматику это снимать не буду так сам в этом ничего не понимаю и особо там рассказать ничего не смогу а кому будет интересно в прошлом году тоже когда подсоединяли уже саму автоматику я показывал так смотрим тоже вся кормовая тяжелая рамка как на первый взгляд тоже все хорошо дым у нас затух пчелы это не дым это уже порох летит так так темно не вижу на этой рамке расплода да тут есть и маточка и расплод начали сеять совсем недавно матки так как совсем немного совсем немного тоже в этой семье все себе хорошо корма предостаточно это вся рамка в корме да друзья последняя семья тоже меня порадовала все тут хорошо тоже нету ничего на дно и мусора какого-нибудь постороннего все довольны нажимаем машинка на паузу и так друзья закончили мы чистить ну решил закончить ролик тут доволен я зимовкой в домику все вполне себе хорошо но я сказал что одна семья две семейки были такие слабенькие они шли зимовать слабенькими а я одну надо было скоротить на две рамочки а так вполне себе хорошо на улице сейчас около 11 градусов ну лет я бы вообще сказал слабый вообще слабый но все пчелы которые возвращаются практически с пыльцой ну не все конечно но большинство с пыльцой с года в год когда ну когда были только лежаки у меня и когда появились первые улики на сетке как-то была разница знаете замечалась разница между зимовкой на сетке намного лучше зимовали ну и выходили пчелосемьи из зимовки сделавши теперь тут ревизию знаете как-то так так мне понравилась тут ревизия что даже теперь я не знаю в чем это все-таки превосходство было в сетке или все-таки те семьи которые шли на сетке ну не знаю когда сделаем там ревизию увидим потому что я не думаю что там будет намного лучше картина в деревянных пчелосемьих на сетке так как тут мне ревизия очень понравилось как-то так все показал рассказал еще раз напоминал насчет того что не будет замез вас пчелы на пасеке или какая-то определенная порода все делать вот это вот это все же показал зимовка там пускай будет 99 процентное состояние семей на данный момент состояние количество подмора сухость вули это все заслуга пасечника так что я это хочу донести до тех пчеловодов которые все-таки думают что в породе в породе есть определенные тоже преимущества но если вы не будет ничего делать вы любую крутую породу тоже тоже профукаете так что работать надо собой самим а на сегодня буду заканчивать с вами были мы подписываемся на наш канал ставим классик мне нравятся дизлайки все всем пока